Всем большой привет, девочки! Начинаем новый влог. Он очень интересный, потому что я осталась с двумя детьми на три дня. Роман Сергеевич уехал в командировку, мама с Федей поехали за город на дачу, а мы с пацанами остались в городе. Так смотрят на меня, потому что у меня в воскресенье прием у гастроэнтеролога, все расскажу подробно, очень много новостей, все не укладывалось в предыдущий влог, потому что он был про кухню, а в этом влоге я вам обязательно все расскажу. И это не влог, это влог, потому что буду поднимать вам новогоднее настроение, себе новогоднее настроение, и у нас уже здесь вовсю горят огонечки. Я повесила этот карниз. Есть идея, как его еще приукрасить, я тоже это хочу сделать, не знаю, получится ли это в этом видео вам показать, и приодеть малышей в новогодние костюмчики. Им в воскресенье будет 4 месяца уже, я им заказала такие новогодние костюмы, потому что когда Феде было 8 месяцев, он был тоже в костюме Санта, и я решила, что это классная традиция. Также заказала бенде тортик, надеюсь, Альвина поправится и его нам сможет испечь. Вроде все рассказала, вам желаю приятного просмотра. Начинаю этот влог с уборки, протираю полы везде, я осталась одна, и потихонечку все убираю. Здесь я купила вот такие вот веточки, это не елочка, не знаю, как она называется, если знаете, пишите в комментариях. У нее не осыпаются иголки, и новогоднее рождественское настроение приходит в нашу квартиру. Девочки, знаете, какая у меня проблема есть, что я могу несколько дел делать одновременно, и все эти дела я не заканчиваю. У меня, я вот себя сейчас начинаю останавливать на чем-то, например, я убирала кухню, да. Увидела Янечка, думаю, так, надо ему подстричь ногти, положила его в кокон, думаю, сейчас пойду ножницы возьму. Такая сказала себе, нет, стоп, да убирайся на кухне, и потом только пойдешь подстригать ногти Янечку. Собственно, что я и хочу сделать, и так во многом. Я хватаю тут, там, сям, и получается, что у меня ни одно дело не выполнено, и оно на полпути закончено. И это, я считаю, большая проблема, потому что я себя ловлю на этом уже не первый раз, и хочу сейчас себя взять в руки и заканчивать одно, и потом начинать другое. Возможно, это связано с тем, что у меня должна быть многозадачность, у меня много задач, и я ее должна выполнить, у меня в голове это все стоит, и я захватаюсь за все подряд, а в итоге у меня к концу вечера там не доделаны, и здесь не то. Например, я вчера постирала тюль, думаю, ну сейчас она высохнет, я ее поглажу и повешу. Ага, как она у меня висела, так и висит, сохнет до сих пор. Так что сейчас подстригаю ногти, если мальчики будут себя вести хорошо, то доубираюсь на диване, разберу подоконник, и потом пойду уже в комнату там убираться. Дело сегодня одна уборка, вот убораться я люблю, и как раз таки мне нужно заказать себе покушать, потому что с этим у меня проблемы. Не люблю я готовить отцово совсем, убираться я готова сутками, а вот готовить не хочется. Девочки, я вам, наверное, не рассказывала, но у наших близнецов аниме, да? Я снова столкнулась с ней, это было месяц назад, когда им было по три месяца. У Яны гемоглобин 95, а у Мироши 102. У Мироши, конечно, повеселее, чем у Янчика, но в любом случае норма 120, в любом случае кислородное голодание мозга может быть. Поэтому мы сейчас принимаем железо, все стабильно, это феррум лэг, даю по 2,5 мл один раз в день. В понеделье мы идем к педиатру, будем пересдавать кровь, смотреть, как увеличивается или не увеличивается железо. Такие дела, кто не знает, может, вы недавно на меня подписаны, то у моего старшего сына Федора был гемоглобин 75. У него чуть ли не первая стадия там аниме, когда начинает переливание крови, слава богу, у него этого не было. И мы ему поднимали сначала феррум лэг, вот этот вот суропчик, я ему давала три раза в день. А потом мы пили, не помню, как называется, ставлю название вот здесь, по одной вот такой вот пилюльке, за день нужно было выпить. Ну, он, по-моему, сразу выпивал, он как вишневый сок, быстренько пьется. И мы подняли ему железо за полгода. В этот раз мы также, Федя, сдал кровь с пальцем. И у него сейчас гемоглобин 127, просто замечательно. Все равно нужно отслеживать в течение года. Ну, каждый полгода сдавать кровь из пальчика. Мальчишки просто придут спать. Когда они капризны, я им даю как раз-таки железо, кормую их из шприца. Просто, когда они плачут, у них хорошо открывается рот, и удобно им давать из шприца железо. Потом они укладывают их спать, и не так сильно сыргивают этим железом, потому что картина не из приятных. Все в оранжево-желтых пятнах. Поэтому пойду дам им сейчас железо, и выйдем, наверное, прогуляемся. Заказала я себе бургер во вкус и им. У меня там еще, кажется, 100 бонусов в год укашают. Классно он. Приехал холодный. Полчаса ехал, конечно, растыл. Развалились все. Сейчас погрею микроволновки. Такой басуси. Хотела что-нибудь включить на телевизоре, в итоге ничего нет. Буду смотреть YouTube. Девочки, вчера перед сном заказала ленту. И сейчас будет рубрика «Чё купила?». Заказала финиш-ополаскиватель в посудомойку. Ананасы уже с кусочками. Курица-филе уже кубиками. Буду отваривать. Бливочных масла было по акции. Куладный дед для контента. Печеньки. Очень вкусный шоколад. Кто-нибудь пробовал, рекомендую. Это подкиношку погрызть. Мята в чай свежие. Огурчики в салат. Для бульона маги. Кубики. Полтора килограмма мандаринок для контента. И вкусненько покушать. Девочки, пока мальчики спят. И хочу с вами поговорить про моё здоровье. Да, после рождения близнецов оно немножечко начало сдавать. В принципе, это неудивительно. И я как бы морально себя готовила к этому, что придётся походить по врачам. С первым я столкнулась с гастроэнтерологом. Завтра я иду на второй приём. У меня, в общем, началась такая проблема, что я что-нибудь съем. А через минут 20 или полчаса у меня начинает жутко болеть живот. Сводить его. Я прям вот так вот сидела, загиналась. И не стала долго ждать. Пошла к врачу. Мне назначили УЗИ брюшной полости. Я его уже сделала. И плюсом я сделала ещё УЗИ почек. Чтобы посмотреть, что с ними всё в порядке. И плюс я сдала большой список анализов кровь. Скажу одно, что гемогабин у меня 131. Норма 120 и 40. То есть у меня прям золотая середина. Это круто, это классно. Повторя иду к гастроэнтерологу. На УЗИ сказали, что у меня желчный пузырь. Вот этот канал, он немножечко то ли смят, то ли укорочен или удлинён. В общем, проблема с ним. И в желудок у меня иногда попадает вот эта вот желчь. Получается из-за этого болит живот. Это можно вылечить. Пропивка, какие-то там таблетки. То есть не нужно никакой делать операцию. Это круто, это классно. Завтра схожу и уже, наверное, в следующем влоге расскажу, что мне она сказала. Следующее, это моя проблема с зубами. Ещё раз вам скажу, что у меня здесь отстоят молочные зубы. Они не поменялись. У меня не было просто сочатков постоянных. То есть я вот всю жизнь хожу с молочными зубами. И у меня начала как бы уже... Во-первых, они начали темнеть, сами зубы. Во-вторых, у меня десна стала довольно-таки мягкой. И пора с ними попрощаться. Я сходила к хирургу-имплантологу. Он мне сказал, что мне нужно удалить нижние четверки от этих здоровых зубов. Расширить бракет-систему или элайнерами. Сдвинуть зубы. И тогда ко мне встанут два импланта. И плюс он порекомендовал сходить к ортодонту. Я сходила к Яне. Моя подружка близкая. Она ортодонт. Работает в лучшей клинике города. Что сказала она мне? Во-первых, мне нужно вставлять не два импланта, а три. В далеком 2011 году у меня начала расти четверка. Верхняя справа. И она начала расти вторым рядом, ближе к небу. На тот момент мне врачи сказали, ну удалишь ее, не будет тебе мешать. Я ее удалила и все. Сейчас Яна посмотрела и сказала, что у меня все зубы вот так вот. Ну таким как бы треугольничком. Они должны быть полукругом. И для того, чтобы у меня был правильный прикус, левая сторона у меня все отлично, идеально. Сейчас у меня зубы, получается, стоят вот в лунке, а должны вот так в шахматном порядке быть. И мне нужно вставлять недостающую четверку. То есть мы раздвигаем вверх, туда вставляем четверку. Далее двигаем низ, который у меня вот такой, а не такой. Потому что у меня зубы сейчас немножко наклонены и корни у них наклонены. Мы их выпрямляем и у меня идеально будет хватать места для белых зубов. Можно пойти другим путем. Можно просто вставить один винт и на него насадить как бы один имплант. Но он будет визуально как будто два зубика вот таких высоких подровняют под все. Но тоже как бы эстетически будет не очень. И сейчас, кстати, у меня идет асимметрия лица. То есть из-за того, что тут не хватает зуба, у меня центр немножечко сдвинут. Так как бы незаметно, когда я двигаюсь, разговариваю. Но вот если присмотреться, то да. Плюс это влияет на вот эти вот суставы, которые раскрывают челюсть. Вот здесь вот с этой стороны происходит щелчок небольшой. Сейчас это никак не сказывается. Это может сказаться в будущем, а может и не сказаться. Поэтому тоже под вопросом. Яна посоветуется с хирургами в этой клинике. И уже тогда будет какой-то делать вывод. Я, конечно же, буду делать все как правильно. Так как мне на данный момент 28 лет. У меня еще, грубо говоря, вся жизнь впереди. Надеюсь, она будет долгой и счастливой. И лучше сделать как правильно. Кто знает, как будет дальше, да. Следующий момент. Третий. У меня постоянно закупоривается канал на сыске. Ведет ли девочка. В тот момент он ли девочки смотрит. В беременность у меня была такая маленькая шишечка. Такой небольшой прыщик. Я даже показывала своему гинекологу. Показывала консультанту. Сказали, начнут дети кушать. Все пройдет. Они начали есть. И эта шишечка увеличилась раз. Во-вторых, канал постоянно закупоривается. То есть я руками сцеживаюсь. Со всех дыр идет струя просто. А тут капает чуть-почуть. Вчера, это было последнее мое терпение, я записалась к хирургу-мамологу, потому что мне реально больно. За две недели это уже четвертый раз. Я устала от этой боли в груди. Это неприятно. Поэтому я решила обратиться к специалисту. Хотя я говорила, что я не буду терпеть. Я буду сразу идти обращаться к врачам. Но как есть. С желудком я ходила две недели. С грудью я ходила две недели. С зубами я уже... Ну как бы я начинаю потихонечку, грубо говоря, лечение. Двигаться в пункт красивой улыбки. И еще один радостный момент, с которым я хочу поделиться. Это я сегодня утром встала на весы. Внимание, мой вес 48 900. Я пришла к своему добеременному весу. Качество тела желает лучшего. Можете зайти в мой шоц и посмотреть, как у меня выглядит сейчас животик. Ну, там уже месяц прошел, уже получше. Все втягивается. Качество кожи желает лучшего. Я буду с ним тоже работать. Я хочу обратиться к косметологу. Потому что вот так вот вставлять я не хочу. Это раз. Во-вторых, конечно же, спорт. Конечно же, зал. Сейчас придет какое-то время. Скорее всего, с весны я начну ходить в зал. Может быть, на какую-то йогу, на какой-то пилатес. Не поднимать тяжести. Так как у меня диастаз. Где-то 2-3 сантиметра. Это тоже я пойду к гинекологу. И она еще раз проверит. Буду бороться с диастазом также. Если мне разрешат, позволят спорт. Но я надеюсь, что позволят. В принципе, там небольшое расстояние. Органы не прям сильно вываливаются. Но он есть, да. Сегодня я буду с вами прощаться. Спасибо, что посмотрели этот влог. Ставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться. Давайте мы добьем 5000 подписчиков. Я сделаю для вас какой-нибудь сюрприз. Классный подарочек. И до скорых встреч. Пока-пока.